Приветствую! Сегодня в моем телеграм-канале мы обсуждали отсутствие хороших новостей в Украине на сегодняшний день. Но я все-таки постарался и нашел новость, которую в принципе можно считать достаточно хорошей. Хорошей новостью для женщин, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование. Новость звучит так. Запрета на выезд женщин из Украины с 1 октября не будет, но на воинский учет все-таки стать придется. Итак, теперь разбираемся подробнее, откуда появилась эта новость, почему я об этом говорю. А говорю я об этом потому, что на урядовом портале появилась соответствующая заметка. Давайте ее посмотрим. Ссылочку я на эту новость, естественно, оставлю в описании, вы сможете внимательнее с ней ознакомиться. Итак, вейсково зубовязани с женкой медикой. Чи будуть змины с 1 октября? И вот здесь они рассказывают, что давным-давно, еще с 92-го года, действует норма, что все женщины-медики должны быть на воинском учете. И мол, а что же, что же нового с 1 октября? И они говорят, да ничего, ничего нового нет. Но пишут, вот мне тоже нравится это. На жаль, понад 30 років постановка на вейсковый облик женок-медиків та женок-фармацевтів працювала недосконало, через що частина медиків у нього не враховані. Ну, читаем как, что те, кто должен был заниматься учетом, военным учетом женщин, а это военкоматы, да, немножечко не выполняли свои задачи, но мы, в принципе, к этому привыкли. Вот, но что нам важно, да, что теперь с 1 октября на военный учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по каким-то причинам не пребывали на воинском учете. И главное, что пишут, что постановка на воинский учет не равняется еще мобилизации. В принципе, здесь, ну, можно это подтвердить, что воинский учет – это одно, мобилизация – это другое. Но, безусловно, мы понимаем, что становясь на воинский учет, ты, конечно же, по сути, да, приближаешь возможность мобилизации. И что здесь интересного? Вот на что всем нужно обратить внимание, если вы эту мысль не увидели, не услышали в моем видео, посвященному этому вопросу? Вот, смотрите. Абы стати на військовый облик, жінки, які мають медичну або фармацевтичну специальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 26 року. Также здесь уточняется вопрос с трудоустройством. Этот вопрос тоже я раскрывал в своих видео и тоже говорил, что до 31 декабря 26 года женщины, которые являются специалистами в сфере медицины, либо фармацевтами, смогут трудоустраиваться без военного билета. То есть еще три года есть. И, соответственно, даже если вы не станете на учет, то это не будет являться административным правонарушением и, соответственно, не должно быть административной ответственности за это. Воинский учет. Выезд из Украины вам не будет запрещен. Но! Сейчас одно «но» скажу. Да, это урядовый портал. Да, это официальный сайт. Но! Где я нашел «но»? Мне бы хотелось все-таки эту новость услышать непосредственно, может, от Кабмина. Да, а мы эту новость услышали от Министерства охраны здоровья Украины. И вот это «но» заключается в следующем. Министерство охраны здоровья Украины не является тем органом, который определяет правила выезда из Украины. И вот это меня смущает, что эту новость подало именно Министерство охраны здоровья. Понятно, почему оно опубликовало эту новость. Потому что медики, да, касается женщин-медиков, женщин-фармацевтов. То есть той сферы, которая относится до сферы управления именно Министерства охраны здоровья. Но было бы, конечно, хорошо, если бы об этом официально заявила ДПСУ. Если бы об этом заявил Кабмин, там, не знаю, от имени Шмыгаля, например, опубликовали бы такую новость. Вот это в нас бы, ну, может, больше внушило надежды. При этом хочу обратить внимание, что я здесь не нагнетаю. Я не нагнетаю. Я все-таки думаю, что действительно женщинам не будут запрещать выезд с 1 октября. Почему? Потому что, ну, мы же помним, даже когда этот вопрос был поднят, да, даже тогда сразу Венеславский исправился. Он сначала сказал, что можем запретить. А потом исправился и сказал, что запрет будет только для тех женщин, которых мобилизовали, которых призвали на воинскую службу во время мобилизации. Что только тем будем запрещать. А все остальные смогут свободно выезжать. И я думаю, что это правильно, потому что я боюсь, что информация о запрете, да, она бы вызвала, ну, отток. Отток тех женщин, которые относятся к этим категориям. А этого стране, ну, вообще ни в коем случае допускать нельзя. Потому что если выйдут медики, если выйдут фармацевты, то на кого мы останемся, да, кто будет спасать людей, кто будет лечить людей. И, конечно же, я очень надеюсь, вот прям искренне надеюсь, что вот эти заявления и Венеславского, и заявления Минздрава, это не игра с народом. Что не будет у нас такой ситуации, что потом запретят и скажут, ну, ну, так получилось, так вышло. Потому что у нас так тоже могут, да. Но я надеюсь, я искренне надеюсь, что этого не произойдет. Я искренне надеюсь, что запрета медикам не будет. Потому что, ну, мы понимаем, что будет, когда запрет. Да, даже если их закроют здесь, в Украине, все равно будут люди, которые потом будут увольняться с работы для того, чтобы их не мобилизовали. И, ну, потеряет вся страна, потеряет каждый из нас, потому что станет меньше работающих медиков. А это значит, что на оставшихся вырастет нагрузка. А это значит, что по объективным причинам ты там медицинской помощи не дождешься своевременной. И, ну, это ужасно для страны. Я надеюсь, что в государстве наши умы государственные это понимают и этого не допустят. Хотелось бы так. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Также подписывайтесь на мой Telegram канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. В Telegram канале вы найдете больше полезной информации, чем есть в YouTube канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. В конце видео хочу, как всегда, вам пожелать удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok